Всем доброго времени суток! На форуме задали вопрос о том, как правильно подключать микропереключатель к неизолированной крестовине. Давайте тогда я более подробно расскажу о том, как вообще делалась проводка на макете, чтобы было детальное понимание всего. Прежде всего, я не знаю, существуют ли какие-то стандарты, я для себя определил так, что вот рельс, которая ближе ко мне, это у меня подключена к черному проводу, та, которая дальняя, она подключена к красному проводу. И так, собственно говоря, вот на всем модуле в любом месте, если мы берем, допустим, вот эту ближнюю рельсу и эту, вот сигнал идет здесь, 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 в общем-то в любой точке это условие соблюдается. Значит, места подключения, ну, я, наверное, перестраховался и почистил, можно было делать и поменьше, но в любом случае, допустим, если вот эта ветка, она целиковая рельса получается, здесь может быть и одна точка подключения. Вот, предположим, возьмем вот этот сегмент, он подключен, имеет вот один изолятор и второй изолятор, то есть в любом случае нужно после этого сегмента вот следующий подключать еще отдельно. То есть в любом случае питание должно быть подано на каждый изолированный сегмент отдельно. И теперь более детально на примере одной из стрелок я еще раз покажу и объясню, как подключать и как определить, к какому проводу нужно подключать переключатель. Итак, для переключения питания на крестовине я использую микропереключатели. В принципе, можно использовать любые слаботочные переключатели. В данном случае это вот такой переключатель. Сейчас фокус. Это переключатель МСС-10. Покупал я его в буром медведе. Сейчас их нету. В наличии пишут, что они сняты из производства. Есть МСС-1010. В принципе, отличаются они только длиной лопатки. Вот у этого лопатка 16,5 мм, а у МСС-1010 14 мм. Также можно использовать, например, вот такие микропереключатели. Это покупал я в чипе и дипе. Это модель МСВ-12Б. Есть еще 12А. Разница у них тоже в длине лопатки. У 12Б лопатка 23 мм, у 12А 17 мм. Вот к данному переключателю, к среднему контакту, подключена крестовина. У всех микропереключателей крестовина подключается к среднему. К нормально разомкнутому или нормально замкнутому подключена DCC шина. Какого цвета провод, красный или черный, подключать к нормальной разомкнутому или нормально замкнутому контакту, сейчас я покажу, как определить на примере конкретной стрелки. Давайте теперь посмотрим на примере конкретной стрелки. Вот этой. Здесь я условно обозначил, с какой стороны у меня какого цвета идет шина. Вот сейчас стрелка стоит в положении вбок и остряк у нее соединен с красной шиной. Значит, на крестовине должен быть тоже красный. Вот с черным нет контакта, с красным контакт есть. Теперь я перевожу стрелку в другое положение. У меня остряк соединился с черным. Значит, на крестовине теперь тоже должен быть черный. Вот контакт есть, с красным контакта нет. Как сделать так, чтобы не ошибиться и сильно не забивать себе голову? Перед тем, как подключать DCC к микропереключателю, нужно установить все стрелки таким образом, чтобы они были соединены все с одним цветом. Либо с черным, либо с красным. Вот стрелка у меня сейчас стоит, остряк соединен с черным. Я все стрелки ставлю так, чтобы остряк был соединен с черным. И дальше, когда я уже буду припаивать провода непосредственно к микропереключателям, я буду знать, что у меня сейчас на крестовину должен подаваться черный провод. Соответственно, если микропереключатель находится в выключенном положении, то черный я буду припаивать к нормально замкнутому контакту. Если переключатель находится во включенном положении, то черный я буду припаивать к нормально разомкнутому контакту. В общем-то все. Хитрости больше нету никаких. Надеюсь, что информация была кому-то полезна. Спасибо, что смотрели. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok